Я чуть не упала! Толкнула вообще! Фух! Девочки, какой у меня сейчас спектр эмоций внутри, вы не представляете. Я же даже руку его одернула, за что он меня поругал. Ты говно, да? Ты говно, и все. Всем доброе утро, мы идем в садик. Время у нас 7 утра, мы обычно выходим. Сейчас где-то... Нет, в 7 утра мы Деньку будем. В 7.30 мы выходим. Ты готов в садик, День? Да. Молодец. Ну что, мои хорошие, отвела я Деньку в сад. Вы знаете, да, что сейчас начнется. На самом деле, у меня не до смеха. Я очень сосредоточена. Я уже к этому дню готовилась очень долго, несколько дней. И мне надоело реально об этом думать. И... Ну, я внутренне себя успокаиваю. То есть у меня внутри, ну, периодами, волнами, знаете, то вот я успокоилась. Я вчера на ночь выпила успокоительный, потому что я не могла уснуть. Я представляю все в мельчайших подробностях. Я такой человек, мне нужен контроль во всем. И если я точно знаю, то есть я даже прошу врачей иногда, когда происходит что-то, да, чтобы они мне говорили, что сейчас мы там чистим каналы, да, или там сейчас мы вот пробуем так, расшатываем там, да. Сейчас я вот этим-то сделаю вот это. То есть мне комфортно, когда мне врач говорит, ничего страшного, сейчас вот мы вот это делаем, ну, сейчас попробуем так, все отлично, все нормально, да. То есть мне надо, чтобы врач говорил процесс. Я себе это представляю и представляю все это в лучшем виде, да. Возможно, там кровище брыжет, там и так далее. Но я себе представляю, что там все сухенько, все чистенько, все далеко там находится от гортани, да, хотя это все непосредственно возле находится, да. Но я себе представляю, рисую картину, и мне спокойно становится. А когда я не знаю, что происходит, у меня как-то ум начинает хитрить, начинает представлять что-то там. И я вот только вот борюсь с тем, чтобы представлять все хорошо, нежели он там рисует мне страшные картинки. Короче, периодами. Вот вчера я не могла успокоиться, вот прям легла, и вот это кручусь, 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 хотя устала, спать хочу. Выпила успокоительный и уснула наконец-таки. Сегодня встала сама, без будильника, на 20 минут раньше. Полежала, готовлюсь, готовлюсь. Думаю, так, сейчас все, Деньку отвела в сад, у меня часы встали, я так смотрю, 12 часов уже, 15 минут первого. Думаю, так, надо подвезти их, поменять батарейку. В общем, если по какой-то причине я сегодня не вырву зуб, это даже не будет радостью, честно говоря. Потому что мне с одной стороны и страшно идти его рвать, и с другой стороны мне уже безумно надоело об этом думать. И, как бы, обратного пути нет. Я должна это сделать, поэтому я должна себя настроить, и я настраиваюсь. Сейчас, в общем, я пью кофе, потом за 2 часа, часов в 10, я думаю, да, где-то так, я покушаю. Укол этот, он может на меня действовать очень странно, так как вот этот зуб мудрости, он находится, вот, ну, да, вот прям, я прям показываю, мне кажется, он где-то вот здесь, вот там на затылке, да. Ну, вот он здесь находится, и когда его обезболивают, то онемевает еще половина гортани. И когда я не чувствую гортани, или какие-то вот там в гортани странные происходят метаморфозы, мне начинает тошнить, вот. И я знаю точно, что мне прям будет тошнить, я уверена. И я к этому тоже готовлюсь, потому что это было не раз, но у меня все зубы мудрости запломбированы, как бы укол туда, я знаю, как обезболивают это, да, я помню, что я, как бы, все хорошо было, ну, в плане, я выдержала. В общем, настроение, конечно, у меня ноль, я чернее тучи такая хожу, сосредоточенная все у меня, мой мир сузился до одного зуба мудрости, которую нужно вырвать. И это ужасно, боже мой, ты не можешь расслабиться, ты не можешь вообще заниматься какими-то делами, но вроде фильм включаю, сериал, вроде отвлекаюсь, потом раз, выныриваю там в насущный день, и опять пошло-поехало. Поэтому мне хочется уже реально освободить свой ум от этих мыслей, поэтому скорее уже хочется туда и взять себя в руки, вот так, да, и все, кремень, и так, все нормально, все хорошо, все, 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 все. Так, ну что, пришло время покушать перед зубным, вот, сейчас я основательно поем, все свеженькое, колбаска, все, от чего мне потом не будет плохо, сейчас яичком все это залью и прям плотненько за два часа поем. Ну что, мои хорошие, время пришло. Остался ровно час до зубного. Милочка, милочка меня тут поддерживает, как может, где-то она сейчас держит еще дистанцию, а так она все утро прям ко мне ластится, целует меня, как будто чувствует, что я переживаю. Такая мне, не переживай, мамочка, все хорошо будет. А-а-а, девочки, это какой-то трататэш. Ладно, надо собираться. Фух, девочки, какой у меня сейчас спектр эмоций внутри, вы не представляете. У меня от того, что, ну, все нормально, мгновение, как, боже, какой кошмар, что меня ждет. Потом раз опять успокаиваюсь, вот так вот все. И мне плакать хочется, потому что жалко себе, понятное дело, да? Фух, знаете, как, это, ожидание смерти хуже самой смерти. Тут вот прям ничего не попишешь. Вот, у меня организм такой хитрый. Ему уже начинает там что-то плохо, и у него насморк, типа, как ты будешь с насморком? И уже тошнит, ой, тебя вырвет прям там. И в туалет хочется же скорее. Ужас. Ужас. У меня, как, знаете, уже, я вышла, и все, у меня, как, знаете, вот в кино показывают иногда, типа, выстрел, и вот до смерти, или не выстрел, или что-то произошло, допустим, у человека, да, и у него вот так вот, и вот фоном такое, знаете, типа, ты ничего не слышишь, там кто-то шумит слова, и такая музыка такая, типа, ну, как бы вот шум такой, знаете, происходит. И замедленная съемка такая, ты чего идешь куда-то вот в кино. Фантазия у меня, конечно, бурная. Ну что, девочки, мне удалили зуб. Я легла после того, как мне сделали укол. Я легла, вот так просто, ровно на три минуты, мне кажется. Я легла, потрогал, говорит, так больно, нет, я говорю, нет. Все. Я была с закрытыми глазами, даже не видела, что он брал в руки. И, как бы, вспоминая видео, все сухо, почти не работали эти, это, слюноотсосом, меня ничего не беспокоило. Он расшатал вот так вот и выдрал. Я, в принципе, даже почувствовала, когда он это сделал, вот, и пару раз слышала тресканье кости, наверное, или что-то вот прям такой, звук такой тресканье. Но он меня не смущал, и мне было больно вообще. Я думаю, что самое интересное и сложный период начнется после того, как сойдет анестезия. Я думаю, будет больно, но главное, что это боль, боль, которая заживает. Ну, то есть, боль во время заживания, а не во время воспаления. Вот, и это будет меня успокаивать. Сейчас я заеду в аптеку, наберу обезбола, немесила. Он мне как-то вот немесил по душе. И пойду домой. Инструкцию мне целую дали, инструкцию. Я, конечно, очень переживала, да, и больше переживала, это правда. И я знала, что я очень переживаю. И больше всего, наверное, я переживала из-за укола девочки, а не из-за самого вырывания, да. Потому что, когда он мне только начал колоть, он, кстати, колол очень не больно, как будто крыло бабочки до тебя дотронулось. Вот, и я только начала чувствовать вот это вот онемение, куда-то пошло в горло, да, вот, ну, вот, в той стороне языка. У меня начался рвотный рефлекс. Я же даже руку его дёрнула, за что он меня поругал. Но мне казалось, что я сейчас просто вырву, и вот пару-тройку позывов у меня было. Вот. Вот, потом вроде привыкла организм к этому ощущению, и уже всё нормально. Вот. Викторию Игоревну свою встретила. Она говорит, ну как? Я говорю, ну, пока всё нормально. Посмотрим, когда анестезия сойдёт. Что меня ждёт за ощущение? Представьте, выдрать вот так вот зубчик. Дырёха там лекарства сейчас положил. Через 20 минут выплюнуть всё надо. Вот. Остальное, ну, выплюнуть верхние тампоны. Остальное ничего не трогать, не полоскать. Короче, есть. Я не знаю, как я буду есть. В общем, сейчас я в аптеку поеду. И ещё может у меня припухнуть. Припухнуть вот это место. А может не припухнуть, сказал. Пришла домой. Прошло полчасика. Сейчас, короче, уберу ватку. И посмотрю, что там вообще страшно, если честно. Там огромная дыра. Но выглядит не страшно. Выглядит хорошо. Я купила Милке вкусняшки её любимые. Она так меня сегодня вытягивала, по-моему. Весь этот, все печали мои. Заслужила вкусняшки. Ну, они у неё и закончились уже. Сейчас время 12.40. Запись у меня была на 12. Я ещё успела заехать в аптеку, взять обезболивающее. Вот. Взяла немесил свой. И мне ещё предложили, типа, говорят, посильнее какой-то аэртал. И там у него действующее вещество какое-то другое. Но я говорю, давайте, на всякий случай, мало ли, вдруг мне не будет брать немесил. Хотя я не люблю какие-то новые лекарства, честно говоря, пробовать. Уже пью одни и знаю там, как реакция организма моя. Вот. И я к тому, что в 12 была запись. Но я поехала раньше. Я уже в кабинет зашла, по-моему, без 20. Пока он сделал уколчик мне. Пошли, рентген сделали. Всё очень-очень быстро. Потом вернулись. Как бы всё так не спеша, пока действовал укол, да? Мне уже комфортно было. Как бы я уже привыкла к этому ощущению. Спать. Виктория Игоревна сказала, лучше на этой стороне не спать. Кушать. Наверное, я буду какие-нибудь пюрешки. Пить тоже. Зубы чистить тоже нельзя сегодня. Раздеваюсь. Буду смотреть сериал. А что делать? Я не могу. Я теперь буду лежать, зализывать раны, как кошка. Ну что, мои хорошие, делюсь с вами последними новостями, ощущениями своими. Сижу, работаю. Пока ничего не беспокоит. Анестезия уже сошла. Сейчас 4 часа дня. У меня пока что ничего не болит. То есть прошло, ну, в 12 где-то мне, считай, анестезию сделали, да? 12, час, два, три, четыре. 4 часа прошло. Я ничего не пила, не полоскала, не ела, ничего за это время. Вот. Ну, пока прям ничего не болит. Может быть, она общая такая анестезия сошла, знаете, а там внутренняя еще осталась. Посмотрим. В общем, монтирую, видосики вам выпускаю. И настроение пока хорошее, пока ничего не беспокоит. Ну, посмотрим дальше. Сегодня, я думаю, что я, наверное, за это время похудею. У меня как раз-таки есть лишний килограмм. Последний раз весила, 60 килограмм было. Вот. Наверное, похудею и буду сейчас на смузи. Вот. Буду делать себе все в блендере. И пить через трубочку, потому что не хочется, чтобы что-то туда попадало и жевать как-то, пока не заживет полностью. Ой, девочки, прошел еще час. Сейчас уже 10 минут шестого. Я прям начала чувствовать, как у меня что-то там прям такие, знаете, прям больно. Я прям в скором таком времени взяла фруктошку Денькину, съела по-быстрому и выпила, не месила. Я не хочу, чтобы болела у меня. А, я переживаю, блин, чтобы сильно не болела. Конечно, выдрать зубилу мою. Деньку сада забрала. Идет что-то балдает, балдает. Не твоя ложка, говорит. А чья ложка? Твоя ложка. Не твоя? Или твоя ложка? Где ложка? Сейчас пока идем, вроде успела перехватить эту боль. И сейчас не больно, нормально. Наверное, думаю, действует лекарство. Пойдем, солнышко. Холодно на улице, жесть просто, перчатки одели. Мы с садика домой дойдем. Какой ты кудрявый у меня мальчик? Нет, нет. Не кудрявый? Не-а. Ух ты, пошла растежка. У-у-у. Та-дам. У-у-у. А-а. Да смотри, кудрявшие какие-то. У-у-у. Вот видите, повесить некуда, бросает. Надо вот здесь, я думаю, повесить, наверное, специально для него крючок. Он тогда будет вешать на место. Мы, кстати, с вами в каком влоге стирали? В этом, по-моему, да? В общем, вот эти кухонные полотенца, они отстирались, да? Они без пятен. Но они уже, знаете, не как новые. Они такие уже потропанные, хочется новые. Вот. Ну, не знаю, еще ими попользуюсь. Я, наверное, буду менять. Они постоянно, да? Их, наверное, надо новые покупать. Я просто об этом как-то не задумывалась. Я редко же на кухне хозяйничаю. Это сейчас только начало в последнее время. Так никогда было. Так, ну что, приготовила себе смузи. Чуть-чуть сельдерей, яблочко, апельсинчик. Вот сегодня моя еда. Вроде зуб не болит. Наверное, обезболивающее действует. Посмотрим, как будет ночью. Потому что обычно ночью начинают сильно беспокоить зубы, голова, насморк. Вот если какая-то... Не знаю, надеюсь, все будет замечательно, конечно же. Ну что, всем доброе утро. 7.30 сейчас. Нет, не 7.30. Уже 7.40. Мы идем в садик. Ой, повезевушки маленькие мои. На улице ветра нет особенного. Чуть-чуть морозненько, но я без перчаток, нормально. Ветра нет, это хорошо. Фух, крошки. Что-то я вам погорочилась, сказав, что на улице хорошая погода. Наверное, надо оценивать погоду не когда ты только вышел, а когда ты уже прошелся туда-обратно, да? И мы до середины дороги дошли уже, дыньки замерз, вот так вот рот. Я ему одела шарфик вот так вот, такой, о, норм. Он мне руку берет и говорит, мам, вот так вот сделай. Я ему шарфик одела, нормально дошли, и все, и пока... И я уже на середине дороги перчатки одела. Холодно. И вот пока шла, прям как бы ветра сильного нет, но ветер все равно есть. И прям я подземлю осла. Морозно, короче, на улице. Вот, иду и думаю. Мысли такие у меня. Сейчас кофе пока пью. Расскажу, как я спала. Спала хорошо. Хоть мне моя врач сказала, старайся не спать на этой стороне, но так как не было никакого дискомфорта, мой организм, ну, как бы не сосредотачивался на том, чтобы спать на одной стороне. Поэтому я спала и на этой, и на этой. Прекрасно себя чувствовала. На ночь я не пила обезболивающее, ничего у меня не болело ночью. И сейчас у меня ничего не болит. Я себя чувствую на удивление для меня. Очень хорошо и бодрячком. Я вчера вечером тоже вам это не снимала. Убрала, попылесосила, поубирала так поверхности, да. Постирала все вещи, наконец-таки опустошила всю корзину грязную. В общем, я активничала вчера. Только вспоминала, что она говорит, ты сильно не переусердствуй, отдыхай. А вообще мне всегда, когда что-то нельзя, я уже говорила, да, у меня начинается так, ты не убирай, не занимайся спортом, не пой. Конечно же, я села такая, мне сразу хочется спеть, заняться спортом и поубираться. Со мной так нужно работать. Все, что мне нельзя, сразу хочется. И вот, несмотря на то, что это все было достаточно быстро, легко и просто, если мне сейчас предложить еще раз вырвать зубик, я пройду все те же самые круги ада. Мила, чего ты орешь? Мил, чего ты орешь? Ты только что поела, горшок у тебя чистый. Чего ты орешь? Мама пришла и не уделила должного внимания. Не зацеловала, не заобнимала, да? Чего за крики? Ушла всего на пять минут. Вот. И так, да, пройду все те же круги ада и буду все так же нервничать. Я не знаю, как это работает, вот так, вот такой вот внутренний страх перед этим всем делом. И кажется, по времени, кажется, так мало все это заняло, это так все было мгновенно, честно. Укол не больный, единственный вот прям очень неприятный момент, это когда, ну, у меня были позывные вот эти вот, да, мне тошнило прям вот сильно, да, рвотные рефлексы на вот это ощущение новое, когда сделали укол. То есть, ну, буквально тоже оно там длилось, ну, не знаю, 30-40 секунд, и все. Потом я привыкла к этому состоянию, и все. Вот. И несмотря на это, сейчас лечение будет для меня, мне кажется, гораздо проще. Не знаю, потому что это лечение, потому что это ничего тебе не удаляют, это как-то более, хотя это по времени дольше займет, то есть я буду дольше ждать, пока попилят там, пока что-нибудь почистят, пока будут вот это все там делать, да. Ну, главное, нервы удалять не будут, чистка каналов, это, конечно, долгая неприятная песня, но, тем не менее, она, кажется, не так страшна мне, чем удаление зуба, представляете? Да, я хочу сегодня пойти свою швабру выбирать. Все-таки, наверное, я так посмотрела обзоры всяких разных швабр вот таких вот, да. Наверное, вот такая же, как и у Люси моей, да, потому что она ее, в принципе, хвалит. У нее есть эта швабра, и она ее хвалит. Говорит, вообще проблем не знаю с мытьем полов. Я, наверное, не буду экспериментировать с какими-то другими, потому что хорошая швабра, она стоит около 20 тысяч, и, ну, как бы что-то брать, что я еще не испробовала, когда у подруги есть такая швабра, которая ей нравится, да, из-за рекомендованной фирмы, в принципе. Что? Жопа, майка. Вот, я думаю, что, наверное, я ее возьму. Единственное, сейчас я пойду искать, где она, в каком магазине, хочу ее потрогать, посмотреть, но все равно я буду спрашивать альтернативы какие-то, узнаю, посмотрю, может, там, что помощнее будет, поинтереснее, да. Но пока что склоняюсь к такой швабре, как у нее. Вот, и еще вопрос того, что часто задают вопросы в Инстаграме, задают вопрос, что подарил муж на день рождения. Фу, что подарил муж на 8 марта. Я уже давно говорю, что он дарит мне деньги всегда, а я на них покупаю то, что я хочу. Для меня это лучший подарок, сюрпризы, как бы, мне не нужны пока что, да. И мне хочется, как бы, в подарок то, что действительно мне будет нужно. И у меня, конечно, муж, он больше сторонник, там, на праздник подарить что-то такое, знаете, там, колечки, выбери себе что-нибудь пойти, да. А я уже более такой практичный человек, я уже, видите, подхожу, мне, пожалуйста, пылесос, мне, пожалуйста, там, телевизор. Ну, телевизор, ну, телевизор это больше его инициатива, он всегда хотел большой телевизор, вот, подарил. Но, тем не менее, что, как бы, ну, и украшения я себе тоже, на самом деле, выберу. Я выберу и, я выберу и швабру сегодня, и зайду тоже в магазинчик, посмотрю, что новенького, интересненького у нас продаются с украшениями. Вот, может быть, тоже себе что-то выберу. А, еще хотела сказать, что доктор-хирург, он посмотрел, да, у меня рот, у меня это все зубы мудрости на месте, и говорит, восьмерки все нужно удалять. Я говорю, а что будет, если их не удалять? Ну, типа, будет, там, через какое-то время такая же ситуация, как и сейчас, что мне нужно удалить зуб мудрости, чтобы нормально залечить, там, семерку, да, типа того. И я вот иду и думаю, вот как, вот, вот просто хирург тебе сказал, нужно удалить все восьмерки. Вот как сознательно, когда тебе ничего не беспокоит, ничего не болит, ситуации сложные сейчас нет. Как взять и просто сознательно пойти на этот шаг, удалить все восьмерки? Это, ну, представляете, да, что я испытала вот с этим зубом, и еще так четыре раза мне надо, да? Ой, три, еще три раза. И я, честно говоря, думаю, блин, жизнь настолько непредсказуема, со мной может случиться что-то в любой момент, а я сознательно себя подвергаю вот такому ужасу. И думаю, нет, я не пойду сознательно удалять все восьмерки свои, они мне не мешают. Более того, у меня брат рассказал историю, что у него вырвали зуб жевательный. И сказали ему, что его зуб мудрости через какое-то время, возможно, встанет на этот зуб, заместит как бы его, на жевательный зуб. И он говорит, удивительно, ну да, у меня зуб мудрости сдвинулся, встал на место вот того вырванного, и как будто и не вырывали мне зуб жевательный. Представляете? Круто. Так иногда получается это еще и полезно, иметь восьмерку, что она может сместиться вот так вот. Единственное, что, может быть, я не спросила, может быть, у него не до конца зуб этот вылез, да, и поэтому он пока рос, смещался. У меня-то они все уже вылезли, зубы полноценно. Но, тем не менее, вот так сознательно пойти удалить все восьмерки я не готова. Ну, все зубы мудрости, да, кто еще не понял, это восьмерки. Вот. И представляете, вот так вот вырываешь ты там сегодня, завтра, послезавтра зубы, да, а через неделю... А через неделю что-нибудь с тобой случилось. Ирония. Какая ирония? И последние дни своей жизни ты мучился с этими зубами. Зачем, спрашивается? Ну, да, так жестко, но все равно я об этом думаю, и я пойду их рвать только тогда, когда мне приспичит. И, честно говоря, мне проще удалять зубы, когда они уже болят. Вот когда больно, тогда тебе пинком поджу. Конечно, это не нужно этого ждать, когда больно, потому что лечение обычно занимает дольше времени. Когда уже болит и так, что ты не можешь терпеть, это, скорее всего, уже нужно удалять, да, нервы, чистить каналы. Это все намного дольше, неприятнее, да, чем когда ты просто вот пришел, я сколько замечаю, да, я просто пришла, она мне сделала укол, чуть просверлила, зачистила и положила пломбу. Это намного легче, нежели когда весь вот этот процесс очищения, чистка каналов, там вот это тоже все это дело неприятно, и зуб потом болит, ну, долгое время, да, пока каналы там все вот эти вот зачищали. Конечно, быстрее и проще, пока не болит, пока просто кариес. Какая-то маленькая дырочка, ее бывает, можно вообще даже без укола шик-шик запломбировала, и такое у меня было, и я такая думаю, блин, как надо быстрее это все делать. Вот, но почему-то вот это вот желание пойти к зубному, его нет, пока не приспичит. А когда приспичит, уже все, тебя пинком гони, и ты уже, конечно же, потому что больно, ты терпеть не можешь, ты готова на все. В общем, я вот нахожу такую золотую середину. Что, мои хорошие чувства, немного начинает поднывать у меня мой зуб, и я прям пока не доделала видео, прям, знаете, не обращала даже внимания на это, но прежде чем пить обезболивающий, а не месильчик, я должна покушать, потому что все обезболивающие очень сильно влияют на желудок. Поэтому лучше во время еды или прям после еды. И я уже, в принципе, нормально ем бутербродики, на этой стороне ничего не беспокоит. Я даже вчера уже чуть-чуть доела там дыньки на макароны. Вот, поэтому нормально. Сейчас поем и выпью обезболивающие. Ну что, мои хорошие, я забрала деньгу пораньше, прям в половину пятого. Вот, для того, чтобы мы поехали сейчас вместе в торговый центр, и уже я не бежала срочно оттуда, мало ли там пробки какие-то или еще что-то. Хочу посмотреть все-таки воочию, посмотреть альтернативы, которые сейчас у нас продаются в магазинах. У нас есть М-Видео, туда, куда я еду, в одно место. Там есть у нас М-Видео, ДНС, Технопарк, Альдорадо. Первым делом зайду в Технопарк Альдорадо, там большой выбор. Они прям рядом находятся. Они прям рядом находятся, эти два магазина. Зайду, посмотрю. Сейчас мы еще заберем Таню, заедем в магазинчик в один. Все-таки хочет, ей очень понравились косы, которые у меня были. И она хочет себе такие же. Я ей говорю, что лучше всего, вот я на опыте уже, да, вот со стороны смотря, лучше всего подобрать под свой цвет волос. Все, она рада, очень хочет. И сейчас мы поедем в магазинчик, этот заедем. Сейчас мы ее заберем, поедем в этот магазинчик, и потом поедем уже в наш большой торговый центр, где представлены все эти магазины. Я посмотрю. Вообще, я посмотрела обзоры, сейчас сидела, два часа потратила на это. Да, сначала у меня там на первом, я вообще думала уже заказать, там в 2-3 дня и мне привезут Керхер. Керхер FS3, премиум белый. Вот. Он стоит 21 с копейками, там. Хотела его заказать, и потом дозвонилась до Люси, у нее такой, и ей не понравилось. В Москве обслуживание, сервисный центр очень медленный, и говорит, что-то они и не доделали, в общем, что-то вот в сервисном центре ей не понравилось. Та-дам! Вот и Танюша. Мы ее забрали, она тоже захотела, говорит, я тоже хочу с вами, возьмите меня с собой. Обновление ее, посмотрели у нее новые шторы. Ты уже снимала это видео? Да, оно завтра выйдет. А, все, можете проходить на ее канал. А как будет называться это видео? Ой, ну, я вот обновление в доме или переделка в доме, я еще не придумала название, но там будет вот до и после. Короче, у нее новые шторы и внизу, и вверху, и тюльного. Вообще кайф. Я 45 часов снимала видео. Очень красиво, да, мне понравилось. Ты, кстати, а, ну, потом еще кое-что переделает. Я идею подсказала. Да. Говорит, где ты раньше была? Ну, что тогда я не сняла? Я еще думала, предложи тебе снять твою именно идею. Она реально идея. А ты потом в блог скажешь, что Селена вот подсказала. А я даже иногда думала еще. Ну, да, да. Вот, еще один галочка. Еще один галочка в копейку Селена. Вайл. Карма, карма твоя. Music кармин. Молодец. В общем, ладно, едем вместе за косами и потом за моющим пылесосом. Посмотрим, что вообще продают и что за цены. А там уже определимся. Только что мы замутили. Таня, блин, такой контент офигенный. Замутили. Мы там подрались. Она меня... Я чуть не упала. Толкнула вообще. Я в шоке. Ну, сильно. Ну, честно. Он тазирует вообще. Я не знаю. Ну, конечно. Вот говори, что хочешь, но я не знаю. Это вот потом... Активское мастерство свое. Потом говорят, да, вот... Селена, Селена, вот... А ты... Говорят, вот, Селена, Вселенная. Это какая ты Вселенная? Ты просто... Ты исчадья. Исчадья, да. Все. Звони. За косами приехали. Явка. Знаешь пароль? Нет. Надо говорить волосы. Волосы. Или это кухня красоты. Кухня красоты. Чудо-женщина. Так, мы идем. Наш магазинчик, который нашла. Здравствуйте. Ну что, мы присели в Гайдпарк. Заказали с Дэнькой куриные котлетки. Будем кушать. Сейчас быстро перекусим и пойдем наверху. Уже здесь два магазина есть. А Дэнька пока пьет сок, да? Да. Дэня сок пьет. Таня выбирает. Не может определиться, что ей надо. Что-то хочу, что не знаю. Да, еще пофоткаться нам надо. Вот это точно мы хотим. Точнее, мы не хотим фоткаться, мы хотим классные фотки. Да. Вот мы с Дэнчикой заказали котлетки. Он в прошлый раз так номинал эти котлетки, куриные, вместе с Машей. Я решила вот нам заказать. В общем, кушаем и бежим за нашей шваброй. Чудо. Так, ну все, мы поели. Дэня допивает молочный коктейль. По-быстренькому, да, Дэнь? И мы идем. Да, очень много. И мы идем, наконец-таки, смотреть варианты этих швабр. Они мне уже снятся. Представляете, забыла уже, что мне удалили зуб. Начала есть такая вообще на две стороны. И просто меня аж осеняют, что нельзя есть пока на эту сторону. Ем на этой. Вот так вот комфортно я себя чувствую. Как будто и не удаляли. Девочки, чуть не потеряла камеру. Ей-богу, в задний карман положила и забыла. Все, обыскала уже, аж остановились даже. Сейчас еще надо эти ревые нырнуть нормально. Короче, я не стала вам показывать, потому что ни в одном магазине NVIDIA, DNS, Borg, Технопарк, Альдорадо нет нигде даже альтернативы. Вот этому KERHER, который я хотела взять, это просто электрошвабра, или вот Philips Aqua Trio Pro. Philips Trio Pro Aqua. Вот, его вообще, как я поняла, это старая модель, его вообще нет, у них альтернатива какая-то вышла, но она без трубосчеток, это моющий пылесос. Короче, ни то, ни то не могу найти, не знаю. Сейчас буду в интернете тогда сравнивать и через интернет-магазин заказывать, а что делать? В общем, вот так. Едем домой. Всем доброе утро. Морозное утро. Ой, тебе закрыть? Давай закрою. Все, закрыли мальчику ротик. Фух, крошки мои. На улице мороз, ветер. Жуть вообще. Еле дошли. Деньку хоть зачехлила, а сама что-то это, перчатки забыла, то все. Короче, я пришла домой, все, время 8 часов. Сейчас я пью горячий кофе и смотрю в бумажный дом. Вот при нем прям надо сейчас согреться, прям я аж зачихалась тут. Вот, и что хотела сказать по поводу зубу, что все нормально, как бы в целом получается два раза в день я пью обезболивающее. То есть вот, ну, сегодня еще не пила, я на ночь выпила и все. И вот как бы комфортно все. Но там написано, что типа в течение трех дней, он говорил в течение трех дней обезболивающее, а потом уже не нужно. Вот. Как бы все хорошо, все замечательно. Вот. Сейчас я не знаю, что буду делать, опять же, да, повторюсь. Сейчас я сериал посмотрю и согреюсь. Вот что мне нужно, потому что морозище жуткий вообще. Зайки, мои немного обратной связи. Сейчас зашла в последний влог и читаю комментарии. По поводу спрашивают, зачем вырывать зуб надо было вообще. Так как у нас влог конечный уже про зуб, давайте добьем его уже, да. Вырывать я его начала. Нет, он не болел. И там уже не было нервов вообще. То есть мне его пломбировали когда-то давно и удаляли нервы. Все мои зубы мудрости, восьмерки, все запломбированные, все вылезли. Вот. Не помню только, где удаляли нервы, где нет, но в этом удаляли. И зуб, он как бы сам по себе все время рушился. И мне каждый раз его пломбировали. Хватало это там на несколько лет, да. Потом он опять рушится, выпадает пломба. Снова надо ее ставить. Пока весь этот процесс проходил, у меня зуб разрушился прям под десну. То есть я так понимаю, что когда под десну разрушается зуб, ну нету как бы, нет возможности уже нормально прикрепить пломбу. И последний раз, когда мне моя стоматолог делала, она говорит, что если у тебя еще раз выпадет пломба, то зуб этот надо будет удалять. Уже не за что цеплять пломбу. Вот так она мне сказала. И поэтому я уже в принципе, когда к ней шла, я вспоминала эти слова, что нужно будет удалять. И буквально хватило там, мне кажется, 2-3 года, когда она мне ставила эту пломбу. И она выпала, потому что вот она там уже так плохо держится. Соответственно, рядом зуб семерка, который, он тоже разрушился. То есть получается, у меня два зуба рядом, и у них такая общая, большая дырка на двоих получилась. И выпала пломба, да, и все. И как бы оно начало вот так вот рушиться. Соответственно, она говорит, чтобы запломбировать семерку рядом зуб, как следует сделать его, потому что он еще даже живой, там нервы неудаленные, нужно удалить эту восьмерку. Она мешает. Если мы ее не удалим, то вот как бы дырка останется, опять все выпадет, как бы и долго мы ничего не сделаем. Поэтому мы его удалили. Еще одна девочка писала мне историю, вот здесь тоже в комментариях, про зуб, который был у нее хороший, ей удаляла женщина, что это, голову там удержать не могла. Да, поэтому в этом смысле вырывание зубов, я не представляю, честно говоря, как женщина бы это удаляла, потому что там реально нужна сила. И даже когда моя стоматолога отсылала меня, она говорит, такой, коренастый, говорит у нас хирург, он оп, и все. И действительно, там нужно проявить силу, я не представляю даже, да, как это, мне ничего не разрушали, не разрезали нигде, да, просто вот его вырвал, и то ему пришлось его немного покачать, да, то есть это не так, что чпок, и все. Немного покачал, но это никакого дискомфорта, это вообще не создавало. И просто вот так раз и вытащил. Конечно, тут нужна сила, как бы такая, и не так, что ты там дергаешь, дергаешь, там, да, а именно вот, ум, мужская вот такая, мне кажется, сила выдрать этот зуб. Так, читаю дальше в комментариях, может, что-то еще отвечу вам, обратную связь какую-то. А, еще очень часто пишут, что Селене ничего нельзя говорить в противовес, она сожрет с потрохами. Да, это я, кстати, не первый раз комментарий этот замечаю. Да, вы правы, да, вы правы. Вот я такой человек, который вырастил себя, у меня свой взгляд какой-то выработался, и так далее. И прежде чем что-то мне сказать в противовес, человек должен быть очень уверен в том, что он говорит, потому что я спрошу, почему, а как, у меня будет тысяча вопросов. А если этот противовес еще как-то унижает мое достоинство, или подвергают сомнению мои какие-то знания, мои какие-то мотивации, понимаете, то есть человек уличает меня в чем-то, что я делаю что-то неправильно, говорю как-то неправильно там, да, или еще что-то, он должен это подкрепить чем-то. И я думаю, любой уважающий себя человек, как бы, не даст просто так вот, ну, окружение свое, или кто-то человек просто говорит тебе там, типа, ты говно, да, ты говно, и все, извините, на минуточку, подкрепите. Конечно, мне нельзя просто так говорить, что я говно какое-то, да, или там я что-то не умею, или я что-то не знаю, или я что-то делаю не так. Просто так, от кого-то, неизвестно от кого, тем более, как бы, даже если я знаю от кого, я могу много знать об этом человеке, который говорит, на чем корову мычало, это мое любимое вот выражение, оно очень многим всем подходит, поэтому я считаю, это нормально, что здесь такое, меня это даже никак не обижает. Это круто, что я не щаду просто обтекать говном, а я скажу, я отстаю свои права, и себя отстаю, да, если надо в комментариях, если даже я вижу, что кто-то вот просто вот брызжет фигнёй какой-то, я даже спорить не хочу, вот, ну, как бы просто отставить не хочу, если я вижу, что я не нравлюсь человеку, я его избавляю от себя очень быстро, я блокирую таких людей, вот, поэтому, а в жизни, понятно, да, нельзя подвергать сомнениям мою личность, которую я выстраивала так долго, но, как бы, нет, не то, что нельзя, можно подвергать, но только надо быть готовым к тому, чтобы отстоять свою позицию, иначе человек, который просто голос ловит, он окажется просто болом, вот, и, как бы, мы это будем выяснять, мы не просто так, вот это, знаете, мне сказали, я такая схавала, и хожу потом, такая, думаю над этим, нет, мы это сейчас выясним и поймем, кто из нас все-таки, что-то не догоняет в этой жизни, типа того, да, со мной нельзя просто так голос ловить, я не люблю это. Так, ну что, мои крошки, я сделала покупочку этой электрошвабры, я пересмотрела кучу всего, кучу всяких разных роликов, в общем, решила остановиться на одной, и вот как-то альтернативы вообще никакой не увидела, можно было бы, ну, именно электрошвабра, не пылесос моющий, а именно вот электрошвабра. Вот, сейчас сделала заказ, сейчас будут звонить мне, и уже договариваться о доставке. И аналогов никаких не нашла, вот, моющий пылесос, в принципе, если что-то случится у меня с этим, с этой электрошваброй, или с моим пылесосом, то туда я уже, может быть, буду рассматривать, что такое два в одном, посмотрю. Вот, а пока вот, не нашла никаких аналогов, так что вот, я хотела прям попробовать, и это, и оно там супер-пупер. Вот, все-таки решила остановиться на этот керхер, керхер, как он правильно называется. Вот, так что ждем звоночка, я жду, не дождусь, когда буду мыть полы новые швабры. Так, ну что, забрала Деньку я из садика, он тут купился золотой рыбки, я еще тут купила что-то на ужин, не знаю, кстати, что буду делать, может, креветки сегодня сделают, или курочку, посмотрим, сейчас что я захочу. Денька счастливая, завтра они отмечают масленицу. Так, ну что, мои девчонки, все, заканчиваю влог, Таня на самом деле прибежала, как она приходит, сразу энергия вот тут вот так вот все кружит, твердит, и я ее забыла подснять, да, и заплела я уже косы, и вспомнила, что я обещала вам ее подснять, ну и ладно, все, она уже ушла с косами, какая она ушла, довольная, недовольная, это все вы увидите, на следующий день я планирую выложить влог, то есть этот влог пятница сейчас, он выходит у вас, да, а завтра в субботу выложу косы эти, будете смотреть, как ей скажете, идет, не идет, ну посмотрите, впечатления и так далее, вот, все, заканчиваю влог, а, заказала эту швабру наконец-таки, ее завтра только отдадут, иди ручки только помой, зайка, печеньки, ножницы, зайки, ручки помой сначала, надо чистыми ручками кушать, грязными не надо, иди помой ручки, а потом откроешь, ладно? 15 минут, да, ручки только помой сначала, чистые ручки должны быть, деловой такой, не могу, простю, руки, пошел, вот, и, швабру заказала, завтра ее, и он сказал, что в доставку отправляет, и где-то в течение пяти дней сказал, что будет, вот, уже эта швабра у меня, я зашла в магазинчик, чуть-чуть купила, вот, курочку, думаю, может быть, запечь ее, сыр, гауда вроде бы, они сами говорят, целыми кусками покупают, фасует, в ларек зашла, вот, рядом с домом, эти, хлеб отрубной, лимончик закончился, и до стороны хлеб, как всегда, теперь у меня есть, вот и все, все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, и уже в следующем видео, да, я что-то буду сейчас готовить, просто мне кажется, этот влог какой-то большой, не знаю, буду я готовить сейчас, не буду готовить, что буду, в общем, я уже начну новый влог, заново, вот, потому что этот мне надо уже монтировать, все, люблю вас, целую, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok